Канада ввела санкции против 11 лидеров группировки Хамас. Канада во вторник, 6 февраля, ввела санкции против 11 лидеров террористической группировки Хамас за причастность к нападению на Израиль в октябре 2023 года, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Канады, как сообщили в ведомстве, санкции направлены на ограничение способности Хамаса привлекать финансирование для дальнейших терактов против Израиля, отмечается, что для страны это первый случай применения своего санкционного законодательства против негосударственного субъекта. В список подсанкционных лиц вошли, политический лидер Хамас Яхия Синвар, военный лидер группировки Мухаммед Диев, военный руководитель, исламского джихада в Палестине, Акрам Аля Джури, заместитель военного командующего Хамас Марван Исса, лидер Хамас Махер Риби Намер Эрабейт, член Хамас джихад Мухаммад Шакер Ягмур, член Хамас Низар Мохаммед Авадалва, лидер Хамас Махмуд Ас-Захар, член Хамас Хасан Альвардиан, военный командующий Хамас Айман Нафал, член Хамас Айман Ахмад Альдувайк. В канадском МИДе также напомнили, что еще раньше страна отнесла Хамас к перечню террористических организаций. Соответственно, участие в этой группировке или помощь ему является уголовным преступлением, а его членам въезд в Канаду запрещен, санкции против группировки Хамас. Напомним, недавно мы сообщали, что правительство Канады готовит новый пакет экономических санкций против лидеров группировки Хамас и израильтян, обвиняемых в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном берегу, также 2 февраля президент США Джо Байден ввел санкции против четырех израильтян. Они обвиняются в причастности к насилию в отношении поселенцев на Западном берегу. Указ устанавливает систему введения финансовых санкций и визовых ограничений против лиц, которые нападают на палестинцев, запугивают или захватывают их собственность. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.